Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня тема видео, плюсы и минусы посадки листовых черенков в зип-пакеты. Сначала я вам покажу, как я это делаю. У меня очень много способов, каким я сажаю, но листовые черенки в зип-пакеты я сажаю именно на заказы. Когда, например, у меня сейчас есть заказы на весну, и я буду сажать эти листовые черенки именно в зип-пакеты. Сначала я подписываю пакет, кладу туда немножко грунта и слегка-слегка поливаю. Поливать надо очень-очень немного, потому что самый первый минус, это именно перелив. Если мы перельем, то наш черенок загниет. Поэтому очень-очень немножко. Ну и еще сразу могу сказать о минусе этого, что когда мы укореним черенок, он будет расти, деточка может пойти по самому дну. Вот вырастет на дне детка, и это создаст дополнительные трудности уже потом для ее выращивания. Но вырастить все равно можно. Сейчас я укореню сорт звезды Крыма, который у меня заказывали. Вот эта вот розеточка после переукоренения. Прошло месяц и 11 дней, и я думаю, что листик уже можно с нее взять. Смотрите, какой небольшой черенок. Больше не нужно, потому что в процессе укоренения он еще подрастет. Вставляю в грунт и обжимаю. Полностью грунтом обжимаю. Дальше остается только застегнуть и повесить. Вот все. Вот настолько так просто все. Ну и сейчас вам расскажу о плюсах этого способа, которые меня очень устраивают. Вот этот сорт тоже заказывали. Череночки мелкие очень. И не ломаются. Хотя вроде стоит на фитильном поливе. Должны быть листики такие упругие довольно-таки. Но нет. Ну о плюсах этого полива. Это, конечно, экономия времени. Особенно поначалу. Вот когда вот так листики посажены, я их потом подвешиваю. И они на остатках света дорастают. В этот момент их не надо много поливать. Вот завтра уже на стенках пакетика будет конденсат. И этот конденсат, он как раз и показывает, что влаги достаточно. Я обычно первый месяц вообще не поливаю. То есть представляете, какой минимум ухода. Только заглядываю, есть конденсат или нет конденсата. Следующий сорт еще вот этот заказывали ПТ Лариса. Детка зацвела по сорту. Вот интересно, первый цветок. Он просто как бы такой, не махровый обычный. А вот этот вот уже расцветает более махровый. Очень много лепесточков. Раз детка сортовая, я у нее возьму тоже листик. Это, можно сказать, даже не детка, а стартер. То же самое, черенок большой немножко получился. Я его обломила и теперь можно посадить. Еще выровнять его, чтобы ровно рос. Ну вот. Значит, следующий плюс, когда детки появляются в зипе, я жду, когда они будут где-то сантиметрик от земли. И обрезаю зип-пакет вот так вот где-то над землей. И ставлю пакетик к пакетику рядышком, плотненько, вот так вот в контейнер, друг к другу, обрезанные пакеты. И детки дорастают. А потом, когда они уже подрастут настолько, что их можно отсадить, тогда я уже отсаживаю. Еще один из плюсов, это, наверное, плюс для меня, что очень удобная пересылка почтой. Во-первых, листовой черенок будет уже укорененный. Иногда даже пересылаю, уже маленькие деточки есть. И получать приятнее, когда знаешь, что быстрее будут детки и быстрее зацветут. Вот я уже начала развешивать первые листочки, которые поставила на укоренение. Вот так вот они висят на остатках света, на канцелярских скрепочках. И будут укореняться. Буду только наблюдать, есть конденсат или нет. Нужна влага или нет. Но обычно где-то месяц даже больше не поливаю. Полочка пустая, я уже показывала в прошлом видео. У меня тут на фитильном поливе еще укореняются листики. Здесь Ян Каприз начал уже давать деток. Сорт такой тугодумный, поэтому я его поставила пораньше. В прошлый год были желающие, но у меня столько деток не было. Поэтому в этот год поставила побольше. Ну и еще здесь стаканчики стоят, листики с деточками. Тоже многие стояли на фитильном поливе. Но как появились детки, я с фитиля сняла. Хотя другие говорят, что и на фитильном поливе хорошо растут детки с листом. Но у меня как-то, девочки, не получается. У меня почему-то ржавчина появляется. Может что-то в грунте, может именно из-за влажности в климате, где я живу. Поэтому вот вы заметили, что я часто использую и фитоспорин. Мне уже писали, что надо отрегулировать температуру воздуха, и тогда грибка не будет. Но грибок от влажности, а не от температуры воздуха. С такой влажностью и при хорошей температуре все равно грибок. Поэтому у меня фитоспорин и грунт теперь без мха. Ну вот как-то и все. Спасибо, дорогие, за просмотр. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока.